Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите программу «Время говорить. Итоги недели». Как обычно, сегодня у нас обзор событий рабочей пятидневки, анализ того, что произошло и происходит в губернской столице. Коротко о главных темах сегодняшнего выпуска. Район с душком жители Дашковой песочни по-прежнему ощущают на себе смрадное дыхание нефтезаводских труб. Авария с маршруткой. Насколько закономерны в России дорожные происшествия с этим видом транспорта? Из Рязани с любовью рязанские школьники отправились в плавание на Поморской ладье. Ну а теперь к делу и без промедления. Встреча недели произошла на днях в Ледовом дворце. Эту площадку облюбовали активисты, представляющие интересы жителей Дашковой песочни в ходе выяснения отношений с чиновным и производственным начальством в связи с неприятным и вредным воздухом, которым местные обитатели вынуждены дышать. Главным образом народ восстает на крупнейший сгрязнитель атмосферы – Рязанский нефтезавод. Надо сказать, что от этого техномонстра достается не только песочинцам. Например, в железнодорожном округе в эти летние ночи не всегда окошко откроешь. С душком, извините, воздух бывает. И не так уж и редко. На встрече позиций расстановка сил в принципе не изменились. Начальство нефтяникова говорило о планах реорганизации очистных сооружений, на что Роснефть якобы выделила немалые деньги. Чиновники утверждали, что особого загрязнения воздуха в последнее время в песочне не зафиксировано. Активисты, в свою очередь, утверждали, что жители района по-прежнему задыхаются от выбросов. Вот что рассказали нам во время экспресс-опросов сами песочинцы. Пахнет ли сейчас нефтезаводом в Дашковой песочне? Вы как местный житель, наверное, лучше это знаете. Ну, в данный момент сейчас не очень. А так вообще-то часто бывает пахнет. Ну, вот скажем, за последнее время, за последнюю неделю, две недели, был ли запах? Пили, 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 сильные даже. Был выброс, когда в жаркую погоду, был выброс несколько ночей. Был очень, запах сильный, приходилось окна закрывать, дышать было нечем. Вот после этого, после этого выбросов таких не было. Запаха такого не было. Немножко мыли, мыли ночью. Ночью мыли. И в два часа начинается ночью, и просто задыхаешься, откровенно говоря. Это да, это да. Мы подболеем в больницу, ходим без конца. Надо принимать какие-то меры. А накануне встречи на Рязанской ледовой арене мы провели свой мини-брифинг с участием общественников, чтобы выяснить их мнение по поводу сегодняшней ситуации в горячих районах. В мае группа жителей Дашково-Песочни стала собирать подписи, сейчас их число уже перевалило за 3000, против загрязнения атмосферного воздуха в своем микрорайоне. Люди говорят, что уже просто устали задыхаться от неприятного зловония, регулярно исходящего от предприятий Южного и Восточного промышленных узлов. Они жалуются, что пока им не удается получить на руки документы о реальном виновнике загрязнений. Нас всеми способами стараются отстранить от получения такой данной информации. Наверное, прямым образом это получить невозможно. Возможно, надо будет действовать через прокуратуру и суд, потому что другими способами получать документацию достоверную, которую мы, согласно Конституции, имеем право получать. Состояние окружающей среды, здоровье, население и так далее, собственно говоря, нам никто не дает. Впрочем, сами жители собираются отстаивать свои права исключительно в правовом поле. Конечно, инициативная группа на самом деле сейчас достаточно серьезная. Такая, можно сказать, даже компания. Но мы не собираемся никому противостоять. Еще раз, и призываем людей быть осторожными, не поддаваться на провокации. Пожалуйста, защитите своих детей, но только всеми законными способами. Жителям Песочни помогают специалисты из экологического Рязанского альянса. Ведь экообстановка в Песочне сложилась, по их словам, ужасающая. Ну, там достаточно такой букет большой, но самое вот такое, как выпиющее, то, что по этим результатам этих исследований, это вот там по всероводороду, вот, я говорю, последние данные, то, что в мае было как раз после праздников и на праздники, и то, что в этих отчетах отразилось, то, что вот было превышение, там, П-5 ПДК. А в прошлом году у нас есть отчет от Министерства природопользования и экологии, такой именно годовой, там в августе прошлого года в 20 с лишним раз было превышение. Так что перетягивание каната продолжается, и чем оно закончится, сказать трудно. Во всяком случае, тема загрязнения воздуха в Песочне и Южном промызле еще помелькает. Особенно, надо полагать, ближе к началу предвыборной борьбы кандидатов в народные избранники. Следующий, 15-й год, это год выборов в областную думу, а уж посражаться чуток за народную правду, немного порвать на себе дорогие рубашки и заработать тем самым очков, у электората мало кто из претендентов откажется. А тема вот она, дымит, пыхтит, жить избирателям мешает. Чрезвычайное происшествие недели, это по нашим соображениям, автовария на улице Восковольтной. Нам удалось снять материал, что называется, по горячим следам. Впоследствии тема получила продолжение на высоком начальственном уровне. В региональном правительстве прошло совещание, посвященное обеспечению безопасности на дорогах области. В частности, губернатор волнует вопрос качества подготовки водителей общественного транспорта. Связано это с недавним происшествием. Напомним, 18 июня на улице Восковольтная произошло ДТП с участием маршрутного такси, в котором пострадали его пассажиры. Произошло столкновение маршрутного такси «Форд Транзит» и микроавтобуса «Мерседес Бен Синит». Недалеко от автозаправочной станции водитель начал осуществлять разворот, не убедившись в безопасности своего маневра. В результате чего совершилось столкновение с автомобилем «Форд», двигавшись именно на встречу. В результате происшествия три женщины-пассажиры маршрутки упали внутри салона и получили травмы, с которыми обращались в медицинские учреждения города Рязань. Пути решения этой проблемы на региональном уровне в областном правительстве начали искать уже на следующий день. Олег Ковалев в связи с происшествием собрал экстренное совещание. По вине водителей автобусов, коммерческих автобусов, произошло 20 ДТП, из них 17 в городе Рязань. Но это вообще никакие обороты. 31 человек получили травмы и один человек погиб. Только вот в этих ДТП с автобусами в городе Рязани. Те, кому должны заниматься, просто не занимаются этой проблемой. Должны много жить. То ли бьют по хвостам и не занимаются какими-то решениями каких-то системных проблем. Вы должны обратить внимание на подготовку водителей, на их профессионализм, на их опыт, на их физическое состояние, состояние здоровья и так далее. Работа предстоит сложная и долгая. Реализовать ее будет возможно лишь в том случае, если между всеми действующими в этом направлении структурами будет налажено тесное взаимодействие. Ну а пока нам остается ждать и надеяться на то, что в скором времени за руль общественного транспорта будут садиться только высоко квалифицированные, физически здоровые и, что немаловажно, психически уравновешенные специалисты. Вообще безопасность дорожного движения на Руси во многом вопрос менталитета. Еще Гоголь обозначил проблему великой фразы и какой русский не любит быстрой езды. А еще есть так называемый русский авось, надежда на который затмевает все знания правил, кое-как угнездившиеся в мозгу отчаянных водителей. Думал проскочу. Это ли не движущая сила многих владельцев авто? Причем, если посмотреть на все это дело шире, да спроецировать на исторические события, то картина будет грустная. Авось будет лучше, если царя скинем. Авось выгодуем, если пойдем из окопа в Первый мировой по домам, а фронт, да как получится. Авось заживем, если Советский Союз развалим, вот уже богато всем от этого станет. А вот как порубим виноградники, так и пить перестанем, красота-то начнется. И все в кривь, да в кость, и все через авось. А случаи на дорогах только иллюстрации того, что ничуть мы все не изменились. Конец недели ознаменовался типичным случаем провинциальной аварии. В Чучковском районе отмечали уход в армию молодого сельчанина. И вот, нажилав потенциальным защитнику Родины всех благ, оказались люди почему-то в автомобиле, да на дороге, да еще ранним утром, а сам рекрум. Так же и за рулем, без всяких на то прав. В итоге скорость до упора, презрение к ремням безопасности, в салоне потом нашли осколки бутылок сгорячительным, завершилась поездка полета в Кювет. В результате от полученных травм погибла 17-летняя девушка. Ее ровесница получила переломы предплечья и бедра. Еще один 16-летний пассажир доставлен в больницу в состоянии мозговой комы. Сам водитель получил только ушибы плеча. Вот так погуляли, в армию проводили, на машине прокатились. Рязанские автоинспекторы стараются с самого раннего детства втолковать в доступной форме будущим водителям постулаты о необходимости соблюдения правил движения и перехода дорог. При том, как у нас гоняют, сие отнес не лишнее. Дети наши на свет родились, чтобы радостно жить, чтобы вместе играть, чтобы крепко дружить, чтобы улыбки друг к другу дарить и цветы, чтобы всегда исполнялись в их жизни мечты. Да, наши дети рождены именно для этого. Навсегда ли так бывает, не омрачится ли жизнь трагедией? Это во многом зависит от нас, взрослых. Среди всех участников дорожного движения самым подвижным и непредсказуемым участником является ребенок. Из общего количества погибших детей, подавляющее большинство, дети дошкольного и младшего школьного возраста. Сегодня в одном из рязанских торговых центров сотрудники ГИБДД организовали автоплощадку для детей, на которой юные пешеходы, а в будущем возможные водители, в игровой форме изучали правила дорожного движения. Здесь у нас воспроизведена вся дорожная инфраструктура. Пешеходный переход, светофор, вся дорожная разметка. Мы моделируем различные дорожные ситуации. Как детям пройти автобусные остановки до школы, как правильно переходить дорогу, если рядом нет пешеходного перехода, как правильно идти по проезжей части, если рядом нет тротуара. Также они могут здесь кататься на маленьких веломобилях, соблюдая все знаки, все правила дорожного движения. Это в будущем поможет им вырасти в закон послушных участников дорожного движения. Дорожные знаки, разметка и совсем настоящий светофор – все это, как оказалось, из обыденных предметов уличной обстановки, может превратиться в атрибуты увлекательного процесса обучения. Благодаря интересным викторинам, юные участники легко запоминают необходимые правила дорожного движения, а красочные веломобили позволяют почувствовать себя не только законопослушными пешеходами, но и настоящими водителями. К сожалению, статистика неумолима. Лишь за последние пять месяцев в нашем городе произошло более ста ДТП, в которых пострадали дети. И виноваты в этом, по большей части, именно мы, взрослые. Ведь привитием навыков безопасного поведения на дорогах должны заниматься не только сотрудники госавтоинспекции, но и родители. В эфире телекомпании «Город». Мы продолжаем подводить итоги уходящей недели. В аналитическом проекте «Время говорить». Вот о чем пойдет речь во второй части программы. Что будет с городом? В программе репортажа о планах рязанского начальства по благоустройству губернской столицы. Наши куклы уже в Крыму. Хризанские артисты выехали в командировку на курортный полуостров. Из Рязани с любовью рязанские школьники отправились в плавание на поморской ладье. Продолжаем программу. Теперь поговорим про начальственные слова и обещания, звучавшие на уходящей неделе. Валерий Бебкор, руководитель управления благоустройства и дорожного хозяйства в Рязани, собрал на днях пресс-конференцию по текущим делам и планам ведомства. Главным образом акцент расставляется вокруг благоустройства дворов, зеленых зон и ремонта дорог. Управлением по благоустройству города сейчас ведется работа по ремонту и замене асфальта на улицах Рязани. В список входят в следующие улицы. Циолковского, Семинарская, Юбилейная, Политаева, Сельских строителей, Колхозная, Октябрьская, Пятая линия и еще с десяток других участков. У нас будет отремонтировано в этом году 16 объектов. До 1 ноября все участки должны быть отремонтированы. Также будут реконструированы и тротуары на тех же улицах, которые попали в ремонтный список. Средства на столь масштабную работу уже выделены из городского и областного бюджета. Пешеходные зоны на тех улицах, которые мы перечислили, естественно, пешеходные зоны будут именно там, именно по этим участкам дорог, они будут реконструированы, приведены в то необходимое состояние, которое будет позволять комфортно передвигаться пешеходам. Вспомним состояние дороги на улице Прижелезнодорожной. Наша съемочная группа выезжала туда еще в марте по просьбе людей, которые работают на предприятиях, находящихся в том районе. Каким образом там до сих пор проезжает транспорт, как легковой, так и грузовой, вопрос, конечно, риторический. А движение, сказать честно, на Прижелезнодорожной довольно оживленное. В августе 2013 года была направлена инициативная группа жалоба в администрацию города Рязани на неудовлетворительное состояние дорог по улице Прижелезнодорожной и улице Магистральной. Одновременно мы направили копии этих жалоб по управлению по благоустройству города и дорожного хозяйства и в управление ГИБДД России по Рязанской области. Люди здесь зависят от этой дороги, здесь общественный транспорт сюда не ходит. Люди могут добираться только своим транспортом. На нем это сделать практически невозможно. Наконец, обращения простых людей были услышаны. В этом году на Прижелезнодорожной появится асфальт. Ремонт дорог будет, софинансирование областного бюджета – это 204 миллиона рублей, плюс средства городского бюджета – 25 миллионов рублей. Этим летом администрации города ведется работа по восстановлению и даже полному созданию с нуля буквально с пустыря, скверов и парков. Пока еще работы в разгаре, но процесс идет очень активно. В этом году наш город станет зеленее. Да и болевая точка Рязани, а именно дороги, должна стать менее ощутимой. Хотелось, честно говоря, нашим авторам подсмотреть какие-то несуразности в работе по благоустройству типа асфальта в лужу или чего-нибудь в этом роде, а то и щука, как говорится, чтобы карась не дремал. Однако на этой неделе не вышло. Даже здоровенный сломанный сук, пострадавшего от бури дерева, на затинной коммунальщике все-таки спилили. Более того, на этой неделе активизировались работы в Дашково-Песочинском сквере и других зеленых зонах Рязани. Вот что удалось об этом разузнать. Работы по благоустройству сквера на улице Советской Армии начались, как говорят чиновники из администрации Рязани, по многочисленным просьбам местных жителей. Ведь не секрет, что микрорайон Дашково-Песочня испытывает явный дефицит зеленых зон. И обращения горожан были услышаны. Вскоре здесь должен появиться полноценный благоустроенный парк с детской площадкой, лавочками, тропинками и освещением. Работы ведутся, ведутся хорошими темпами. С желанием успеть их завершить ко дню города предусмотрено очень значительное благоустройство с расчисткой и благоустройством водных объектов, которые расположены, пусть и не на очень большом, но все-таки значимом участке. Предусмотрено развитие тропиночной сети, велодорожки, которая в зимний период времени сможет стать лыжней. Предусмотрены детские площадки, предусмотрены спортивные площадки и площадка для выголов домашних животных. Работы по благоустройству ведутся также и неподалеку от Лыбецкого бульвара, между мостами по улицам Маяковского и Чапаева. Здесь планируется не только установка спортивной площадки, но и также запланирована прокладка участка велосипедного маршрута, который со временем должен пройти через весь Лыбецкий бульвар. По многочисленным обращениям и пожеланиям граждан города сейчас развивается и реализовывается проект создания велосипедного маршрута, который пройдет через весь город, соединяя лесопарк и Центральный парк культуры отдыха. Поскольку эта потребность уже давно назрела, необходимо определить наиболее комфортный маршрут движения велосипедистов, так, чтобы это было безопасно, так, чтобы они могли проезжать через хорошие, красивые, зеленые места, так, чтобы они никому не создавали неудобства, никто, в свою очередь, не создавал неудобства им. И, соответственно, по этому участку пройдет в том числе вот этот вот маршрут. Подробнее о благоустройстве городских зеленых зон смотрите в еженедельной программе «Лицом к городу» в это воскресенье. Интервью с Еленой Фирсовой в 19.00. На этой неделе льзанские мастера кукольной сцены отправились на гастроли в Крым. В четверг, как стало известно, они благополучно приземлились в благословенной Тавриде. А накануне пришествия мы записали, так сказать, напутственное интервью с худруком нашего театра кукол Валерием Шацкиным. Областной театр кукол отправляется в гастрольный тур во вновь приобретенный российский Крым. Трупы готовятся к поездке со всей серьезностью. В Крымские дали отправляются с тремя спектаклями. Везем мы туда целых три спектакля для самых маленьких теремок, для ребят старше Лев Николаевич Толстой сказки, и для взрослых «Демон» – три спектакля. И эти спектакли будут в основном базироваться на трех городах. Это Симферополь, Ялта, Севастополь. И оттуда будут еще выезды в Алушту и другие, так сказать, поселки. Вообще для Валерия Николаевича украинская проблема очень важна. У него, как у человека с непредвзятым взглядом на ситуацию, имеется свое мнение на этот счет. У меня брат живет на Украине. Он отслужил там армию, женился. То есть, да, женился. И там у него дети, и у детей уже тоже свои дети. И мы, честно говоря, не всегда понимаем друг друга. Средства массовой информации промывают мозги. И это как бы там пятая или четвертая власть. Я не знаю, какая по счету. Но то, что это власть над умами – это точно. Самое ужасное, что может быть в стране – это гражданская война. Когда у каждого члена семьи даже своя правда. И он с яростью, невзирая ни на что, будет ее защищать. Понять ее можно, только отступив очень как бы в стороны, на какое-то расстояние и посмотреть объективно со стороны. Но этого в реальных условиях жизни сегодня сделать практически невозможно. А гастроли продлятся две недели, после чего труппа отправится в отпуск. Как и главные герои постановок. Куклам ведь тоже нужен отдых. В Крыму сейчас регулярно высаживаются артистические десанты. В этом недостатка нет. Главная проблема полуострова – активно провести туристический сезон. Так, заместитель министра культуры России Алла Манилова сообщила известиям, что в прежние годы Крым посещал огромное количество украинских туристов. Сейчас их почти нет. По приблизительным данным, в прошлом году курортный край принял около 5 миллионов человек. В этом сезоне ожидается до 3 миллионов. На этот понедельник количество туристских посещений Крыма – таково 871 тысяча человек. Однако тенденции наблюдаются неплохие, поскольку спрос на авиаперевозки в Крым сегодня сильно превышает предложение. Так что хотят люди на полуостров – дайте только побольше транспорта. На этой неделе в свое путешествие отправились ребята первой рязанской школы-интерната. Собрал в путь дорогу маленьких моряков клуб «Петрофлот», обосновавшийся уже тому несколько лет в Рязани. Когда-то историк культурного общества «Петрофлот» членом благородно служил делу воспитания юных мореходов. В Подмосковье воспитательники морских школ ходили в дальние походы, в чужие моря и океаны. Но, как это водится у нас, территории, которые занимало общество, кому-то влиятельному сильно приглянулись. Вот и пришлось «Петрофлоту» искать новые пристани. Обретены они были в нашем городе, и уже рязанские ребята получили возможность узнать, какова же она жизнь морского волка. Морской клуб «Петрофлот» при поддержке правительства Рязанской области организовал настоящую трехдневную экспедицию для воспитанников первой школы-интерната. Семеро юных будущих морских волков за время похода обучатся мастерству управления судном, понаблюдают за природой и послушают истории опытных моряков. Мне всегда хотелось как-нибудь поплавать на кораблике. Ты хочешь свою дальнейшую судьбу, возможно, как-то связать? Нет. Не нравится тебе такая профессия, сомнительная. А то, что поучит тебя всему этому мастерству радует? А то, что поучит, радует. Я очень рада, что я здесь плаваю. Побольше узнаю о природе. Путешествовать юные матросы будут на реплике большого морского судна «Поморская ладья». Это настоящий боевой корабль с настоящими действующими пушками на борту. Завершится их маршрут в Спаске. Там ребят будет ждать целый комплекс подготовленных специально для них приключений. Из обязательных – посещение воинских мемориалов и возложение гирлянд памяти. На сегодняшний день мы подали еще две заявки на субсидии от правительства Изанской области. То есть мы планируем все-таки маршрут сделать с детьми до колонны и сделать маршрут с ветеранами локальных войн опять до Мурома или до Касимова. То есть проекты вот такие. Проекты, я считаю, что это значимые, потому что это испытание патриотизма и напоминание о погибших. В скором времени «Петрофлот» организует экскурсию и для ветеранов локальных войн. Это еще один из социально значимых проектов, которые будут реализованы этим летом. Автор программы «О чем молчит время» Ирина Ковалева вернулась на этой неделе из командировки в Ряжский район. Сейчас основной ее проект готовится к эфиру. А небольшой ряжский репортаж о старинных тайнах малых сел Рязанщины завершает нашу сегодняшнюю программу. Оказалось, Рязанская глубинка таит в себе множество сюрпризов. Кто бы мог подумать, что в небольшом селе под названием Большая Олешня, что совсем недалеко от Ряжска, до сих пор стоит усадьба, принадлежавшая многим известным представителям дворянства. Башня красного кирпича с полуразрушенной винтовой лестницей, барский дом с колоннами, два особняка-близнеца и арка, затерявшаяся в зарослях старинного парка. Все говорит о том, что когда-то здесь был центр культурной жизни. Сегодня же в одном из парных особняков живут люди, а в другом расположилась школа. Именно там мы и решили узнать больше об истории этой усадьбы. Про историю очень трудно сказать, когда оно и кем было построено, потому что владельцев было очень много. Первое упоминание о владельцах этого имения относится где-то к 17 веку. И владельцем был, как я уже вам рассказывала, это был Никита Петрович Долов, рязанский князья. То есть это был большой род, у них было очень много сыновей, и одному из них, Никите Петровичу, принадлежала вот эта большая лишняя. Что здесь было до него, сказать трудно, потому что ничего не сохранилось. Правда, имение так и не стало родовым. До конца 20 века оно сменило несколько хозяев. Среди них была и фрейлина императорского двора Екатерина Тарсукова и герой Отечественной войны 1812 года Петр Кикин. Кстати, именно он разбил здесь большой парк, удостоившийся описания в географии Петра Семенова-Тяньшанского. Последним же владельцем усадьбы стал Алексей Ермолов, член Государственного совета, министр земледелия, сделавший многое и для страны, и для этого имения. Был здесь организован, ну как питомник сельскохозяйственный, то есть здесь он ставил свои опыты, винокурный завод у него был, то есть был настоящий русский барин, такой хозяин. Сегодня от былого великолепия мало что осталось, да и то, что есть, находится в плачевном состоянии. Один из парных особняков медленно, но верно разрушается, а знаменитая аллея превратилась в непролазную чащу. Сложно себе представить, что когда-то здесь стояли статуи и беседки, а по ухоженным дорожкам прогуливались знатные дамы. На сегодня все, хватит о делах насущных, пора перейти непосредственно к выходным. Хорошей нам всем погоды, добрых известий, теплого настоящего лета. Отпускникам наши белые завистины, наилучшие пожелания. Но ничего, как говорил герой известного комедийного фильма, пройдет и по нашей улице инкассатор. Всего самого лучшего, до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok